Добро пожаловать в массажный шок-шоу в истории World of Tanks! Добро пожаловать в Airway Guns! Эпизод номер 28! Те, кто просто смотрит наше шоу в эфире, познавательное, развлекательное, иногда очень агрессивное, но по большей части интересное шоу в гостях у Большого Ганса. И правдивое. А правдивое на 250%. Сегодня, как обычно, у микрофона я, Большой Ганс, и мой собрат, соклановец, товарищ, друг, брат. Он играет опять на евроблядском сервере. I am phenomenal. Ну, да. Сегодня выпуск праздничный. Я ждал его много-много-много-много-много месяцев назад. Кстати, благодаря главному герою этот выпуск вышел на три дня раньше, чем должен был. Да. Сегодня разговор пойдет не о танках. Хотя нет, в какой-то степени о танках. Ну да, кстати. Не о спорте, как мы любим вот иногда. Вот у нас был замечательный совершенно выпуск. Сука, что за карта? Замечательный совершенно выпуск был про и сообщество мирового рестлинга и про UFC. Я не стал другого цвета вдруг? Нет. Хорошо. А то просто тут я сделал небольшой таран. Надо, кстати, пояснить сейчас. Вы можете подумать, что мы сейчас вдвоем, но вообще сегодня у нас в гостях есть определенная личность. Я сейчас все расскажу. Подожди, не гони коней. Значит, не пойдет речь также о сборной России по футболу. Хотя нельзя не отметить, что меня дико обрадовал тот факт, что блядских пидорасов наконец распустили. Все-таки 900к подписей это серьезный был аргумент. И мутко сказал, что вы просто идите нахуй. И они, собственно говоря, пошли. А теперь конкретно к теме. Даааа. Сегодня в гостях. Наш... Дааа. Как это возможно? Дааа. Ах ты. Это просто жесть. Ну давай. Ничего, я тут один. Да. Ну все. Ганс Версус Ол. Сегодня в гостях у нас должен был быть. Он есть. Ну он есть, но без его участия он есть. Да. Ааа. Ах ты блядь пока я, а. А ну иди сюда. Ааа. Ааа. Ну да, здорово. А тебе все. Ну тут, тут что-то вообще без вариантов. Угу. Тут что-то просто какое-то дикое нападение. Да. Прямо как вот сейчас мы будем делать. Да. Вот вы если что, вот вы смотрите. Смотрите. Вот спойлер. Сейчас будет то же самое. Мы говорили о нем раньше. Серега Рамос. Он был гостем нашего второго, кстати, по-моему, выпуска. Передачи. Да, да. По-моему, это. Второго и был, да. Он же Сергей Комиссаров. Житель в Можайском. Он вытеран нашего клана. То, что он вытеран, я не сомневаюсь. Он в бывшей офицеру, но в складе даже. Он уже не является. Сейчас речь пойдет о нем, и я настоятельно рекомендую убрать от экранов лиц, не достигших двадцати одного года. Специально. Этот выпуск записывается в одиннадцать часов по московскому времени. И в одиннадцать. А, да. В начале двенадцатого уже. В начале двенадцатого мы пишем специально, чтобы дети уже, они пошли спать. Пожалуй, начнем. Начнем мы со стандартного вопроса, возникающего на этом шоу. Я обращаюсь, Рамос, к тебе. Ты чё, охуел? Нет, это не вопрос. Ты, нет, ты охуел. Меня интересует, вот до какой степени ты охуел. То, что ты делаешь, это просто блядство. В свое время один, один хер, я не могу назвать его человеком, он вел себя точно так же. Возьми танк. И надо сказать, что для него это закончилось все очень и очень печально. Кстати, вот чтобы люди не подумали, что мы тут гоним в крысу за спиной. Тут надо один момент прояснить. Во-первых, этот человек на шоу, мы прикладывали титанические усилия, чтобы он пришел еще раз к нам на шоу. Неделю мы зазывали его активно. Месяц мы его просто приглашали. Вот неделю мы реально звали его прям открыто. Ему высылались приглашения. Там, уважаемый Сергей, приглашаем вас на шоу. Он слал нас на хуй. Мы начали, я записал обращение. Я его даже зачитаю. Оно получилось настолько, настолько шикарным, что я, пожалуй, я думаю, что мы будем его потом использовать как просто приглашение. Да, там очень классное приглашение было. Особенно придуманная мной последняя фраза просто. Это визитная карточка будет для подобных. Не для всех, потому что у нас на шоу бывают и адекватные люди приходят. Так, вот, пожалуйста. Вот приглашение звучит следующим образом. Эй ты! Если ты не придешь на шоу, то мы тебя сделаем известнее, чем Беркова. И вы примерно в одном аспекте будете известны. Выбор за тобой прийти на топ-шоу или сосать письки до конца жизни. Ну что, хуйсос? Хочешь в ебасос? Естественно, естественно, это сообщение сдетонировало просто невероятный взрыв бердака. Оооо! Хо-хо-хо! Вот примерно как по бачке сейчас. Дрифт был настолько силен, что Сергей забрызгал дерьмом, наверное, половину базы, где он обитает. Мы с окажем. Everybody get out! И этот не помогло, я продолжал. Я старался, я вызывал дикие совершенно бомбардировки его очка. Но все это было напрасно Сергей, вот он никак не хотел Вступать с нами, значит, в конструктивный диалог А ведь еще до этого я самому, в общем-то, официальное приглашение отправил Но я ему сразу сказал, что... Даааа! 292! Ах ты! Этот выпуск состоится с тобой или без тебя Ну просто если бы он пришел сам, то как бы было... Ну вообще, на самом деле, навряд ли Потому что у нас тут есть один неудачный выпуск Где Сергей пришел на наше шоу И он там тупо молчал, он ни слова не сказал Вообще Он просто соснул Поэтому, возможно, и даже хорошо, что его здесь нет Потому что будь он здесь, наверное, он просто бы молчал и ничего бы не говорил Ну, он бы мог начать опять по-левому угрожать Ну, да Ну и так далее Он очень любит это делать Он начинает кидать какие-то угрозы Говорит, я вас вообще гибу Приезжайте Да, приезжайте Дайте мне пизды Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха- Итак, Сергей. Не зря имя Сергей можно разделить по два слова. Сер и гей. Касательно второй части слова выскажется мой коллега сейчас. А, да. Вот пошла такая вот, когда мы в процессе приглашения этого товарища к нам на шоу, он развязал просто Донбасс. Там, с Большим Гансом. И он обозвал нашу контору сектой. Ну, кстати, у меня в какой-то степени даже подгорело. Ну, просто этого никто не узнал. Так вот, Радус, что я тебе хочу сказать про секты? Ну, допустим. Допустим, мы сектанты. Вас вообще. Секта жесть. У нас культ Большого Ганса. Но ведь исходя из того, что вот как ты себя ведешь, ты сам состоишь в секте. И эта секта называется ЛГБТ-сообщество. И вот давай проведем небольшой анализ, как бы, чья секта жестче. Что делаем мы? Мы играем в танки Написываем Меня гасит журн Вот сейчас со мной делают то, что делаешь ты В общем-то, в своей сердце Ну, это сейчас, попозже Мы Поднимаем небольшие, но падки И, в общем-то, хорошо проводим время Интересно Интересно Хотя, возможно, ты тоже интересно проводишь время Когда тебе в задницу Что заталкивает очередной хер Ну, хорошо, да Вот то, что делает наша, так называемая, секта Что делает твоя секта Вы Толпитесь в очко Вы Толпа мужиков Вы дерете друг другу жопой Вы шлепаете друг друга По своим розовым копкам Вы устраиваете Непонятное сборище на улице Вы Вы тупо мешаете И лежит людям Вы пропагандируем И, кстати, никогда Вот наши деятельности То, что мы делаем Мы, в принципе, не пропагандируем Мы делаем это сами И особо себе помощников не ищем Вы же это пропагандируете И всячески пытаетесь Делать так, чтобы вас уважали Хотя за что уважать людей, которые друг друга долбят в зад Я не понимаю Да Ну, так чья секта У кого секта Это после этого, а? То ты можешь сейчас Да, да От этого у тебя подгорит Конечно Ты скажешь Я не такой У меня девушка есть Я тебе обосную Почему? Ты состоишь в этой септе Вот смотри Мы сколько раз звали тебя в танке Сколько раз мы звали тебя на передачу Даже не важно, куда бы мы тебя не звали Постоянно у тебя ответ Нет, я либо работаю Либо у меня дела Ты не получаешь Ну, судя по твоему рассказам Ты должен получать 1200 за свою работу Потому что ты всегда на работе В неделю Но бабла у тебя постоянно нет Значит, получаешь ты не больше тридцатки Хорошо, у тебя есть дела, да? Эти дела Уже несколько лет мы пытались узнать Узнать, что же это за дела Так и не узнали Судя по всему Как раз эти дела Это твоя деятельность в этой секте И сосешь член Видать Просто свободное время Ты берешь член И его это Проталкиваешь В недра своего Горла Может быть ты практикуешь Садамазу Анальный сквир Да Возможно Возможно Ты там устроишь гендикапы жесткие Я не знаю Что у тебя там за дела Но это явно Ничего полезного Ничего хорошего Для общества уж точно Ты у тебя Я уверен Тебя подгорит И скажешь Это не так Но как бы Обосновать Ты что-то делаешь нормально За несколько лет Ты так и не смог Поэтому Увы Придется Придется тебе Согласиться С нашей версией И тем остальным Считать ее основной Сколько Ничего другого Ты в общем-то Сказать Ничего другого Сказано С твоего адреса Не будет Чего за тебя Какой сфере деятельности Твои дела Абсолютно Непонятно Еще хочется Сказать Вот что Поскольку Жизнь боль Когда тупой Вот У тебя жизнь боль Вот Например Пожалуйста Прямой эфир Серега Комиссаров Пишет В чат Клана Дети Дис Поехали Так У нас Поехали К коллегу Сереги Рамоса Пишет Пишет Я при чем Ну не знаю Он Пишет Я при чем Что при чем Может он смотрит Наши передачи уже Хотя мы ее даже еще В эфир не пустили А ты Наконец-то Ида Ты ебись Вот у нас все-таки Появляются Последователи Да Лан Дети Дица Он Ну так вот Хочу сразу тебе Сказать Поскольку Ты наверняка Посчитаешь Что это Угроза Наезд Это Осуждение Порицание В каком-то плане Это конечно наезд Но Наезд Такое Во благо Да Это порицание Какой-то Небольшой Небольшой Такой Подстеб Просто Это не угроза 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 Будут дальше Если ты Ничего не Предпримешь И если ты Не сделаешь Одну Очень важную Вещь Которую Ты сделать Просто Обязан Я Гор Навриф Я Сделал Навриф Я Развел Сейчас Посмотрим Что там Пишет Рамос А я При чем А я Понял Примерно О чем Говорит Он Не считает Сделал А Ну понятно Можно Попробовать Сейчас будет Ну вот Просто Последний Шанс Да В прямом Эфире Вот мы Сейчас Попробуем Пригласить Этого Человека На Эфир Сейчас Большой Ганс О Пригласит Кстати говоря Вот еще Скажем Серега Рамос Вот Несмотря На то Что он Сам Занимается Довольно Непотребными Вещами Которые Осуждаются В нашем Государстве Надо Сказать И мы Их Никоим Образом Не Поддерживаем И не подумайте Что это Пропаганда Наоборот Чего Этих Всяких Гей Движений В которых Он участвует Нет 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 Ни в коем Случае Но он Считает Что мы С Гансом Занимаемся Херней Творим Нечем Какой-то Бред Что мы Неадекваты Сектанты Вообще У нас Надо Сжечь На костре Да Мы Сегодня Вот С Дизастером Мы Провели Некое Исследование И Прошли К выводу К тому Что Некоторые Деяния Наши Концепции Нашего Супер Клуба Они Являются Священными Да Мы Жем Гандонов В рандоме Всяких Ведень Чертей Вот Пожалуйста Я спать Ложусь Мне Завтра На Работу Ну Собственно Видите Я ему Пишу Что он ДВЖ Для тех Кто не знает ДВЖ Это Долбится В жопу Потом Будут Предявы Типа Вы только Там В крысу Можете Это все Неправда А вот Прийти На шоу И обосновать Доказать Что Он Не понимает Что такое ДВЖ Прислал Три знака Вопрос Ну И Собственно Ну И Ладно Короче Сосай Лах Вот Просто Прийти И Доказать Сказать Нет Это Неправда И Привести Нормальные Аргументы А не Типа Звоните Мне Когда Хотите Я С вами Махаться Буду Ну Как Не Хочешь Как Хочешь Значит Наша Версия Будет Единственной Правильной До Какого То Время А Может Навсегда Да Вот Еще Тут Было Упомянуто Что У него Есть Девушка Среди Нас Девушки Нет Только Вот У Этого Тела Которое Со мной В эфире Кстати Если Смотр Турки Он Он Свободный Агент И он Открыт Для Предложений Это уже Реклама Ну и Что Реклама Будет Потом Не Делай План Капган Чтобы Не Сделать Коки Пикок Это Скорее Народная Мудрость В общем Про Рамоса На самом Деле Можно Говорить Очень Долго Очень Нудно И вряд ли Интересно Но Мы Все Равно Продолжим Возможно Интереснее Даже Говорить Когда Его Нет Потому Что Разговаривать С ним На Всякие Подобные Темы Абсолютно Не Интересно Потому Что На Микрофоне Он Просто Дерево Похлеще Любого Не Знаю Любого Джобера Из Уве Я Боюсь Что Его Даже Калибр На Микрофоне Сделал Ну По Естественно Да Что Там Его Даже Наш Герой Постоянно Наших Выпусков Некто Андрей Семпанксу Тринадцать Даже Он На Микрофоне Делал В свое Время Но Он Просто Говорит Ну Да Помнится Андер На Него Даже Нападал Но Вернемся Пожалуй К обсуждению Блять Артаты Яд Дельфина Маму Ель А Мне Очень Интересно Почему Вы можете Подумать Что Например Вот Он Такой Молодец Он Работает Большой Ганс Тоже Работает Время Ах Нас Опять Перелеги Что ж Такой А Не знаю Ему Сейчас Нас Где он Кстати Кто Это Не знаю Он На Базе Стоит вот каждом бою есть свой рамос в каждом бою членов этой секты намного больше чем членов клуба нам приходится с ними бороться со всеми сейчас мы устраиваем просто казнь я еще ухода сейчас я его сейчас я его да мы немножко отвлеклись потому что у нас опять туда раз в бою приходится как вы видите мы голубых не уважаем вообще ни разу голубые сак как в жизни так и в танках да причем понимаем смысле этого слова сейчас я иду сюда да я иду туда точно я какой то тут очень серьезный бой тут очень тяжело разговаривать извините но тут происходит пока просто какой то какой то пиздец даааааа получил пиздок дааа я один даааа ахуи просто дааа каждый выстрел на косарь в вот короче рамас у тебя осталось совсем немного времени чтобы вот так как умеет свою жизнь Потому что Чтоб тебе было понятно Сука Дебил блять Ну что с тобой не так Ну почему ты блять не понимаешь Что ты Уебан И с тобой общаются Действительно только потому что Ты юбанное посмешище И вот хочется еще Уточнить один момент Даже подожди У меня пока горит, подожди Рейдж разгарит Ну давай Когда я говорил тебе о том что Если ты Сука не придешь На эфир То Дизастр на жопе тебе напишет Что В нее долбишься ежедневно Ты мне Написал такую фразу Пускай напишет И вспомнит Кто ему помогал Ну да Может полтос Пока он был в армии Ты ему кинул Рублей 50 А давай теперь вспомним Как Вот мне сказали Щекунчи джинто Мне сказали До того Да Да наши падла А теперь давай вспомним Рамос Как бодро ты бежал Когда Владосу Преподавали Секретную технику Пиздюль Как бодро ты бежал Да, парочкой добрых дел Рама сможет хвастануть, но там потом просто всплывает целый список косяков, за которые просто, если посерьезно его спрашивать, то его... Просто надо убить, нахуй. Просто реально вывезти в лес и закопать его живьем. Поэтому я, на самом деле, настоятельно не рекомендую этим заниматься опять. Ну, да. Ну, вообще, вот хочу сказать такую вещь. Наверное, он может подумать, что мы как силы себя ведем. Ну да, может быть, но мы сейчас, на самом деле, ведем себя как настоящие друзья, потому что в той среде, в которой ты обитаешь, в твоей секте, то, что ты делаешь, кажется нормальным и абсолютно естественным. И поэтому, кроме нас, никто не скажет тебе правду. А правда заключается в том, что ты просто... Кидаром. Да. Хотя ведь ты не был таким. Ну, был, но не таким, на самом деле. И как бы, ну... Пидаром он был всегда. Это был такой, скрытный пидар. Как бы, если не мы, то кто тебе еще это скажет? Тоже верно. Тоже верно. Поэтому... Настолько у них пригорают, что они целый выпуск посвящены. Если пацаны не первый год, они говорят, что ты ДВЖ, наверное, ты ДВЖ. Нет, этого, конечно же, не будет. Конечно же, мы будем окрещены не братьями, там, тварями, козлами. И нам будут припомнить, припомнить нам все просто, все плохое, что мы там когда-то говорили, делали, там, как мы там налетали, не знаю там чего. Я получил шот от кого-то, я не знаю... А, FV4005 я получил шот на... Все хп. Пока кружил ИСА. В общем, нам вспомнит все, но... У нас уже был проект «Человека», под кодовым названием «Андр». Проект не удался. Не, ну тут все-таки не одно и то же, потому что Андр реально, он как проектом был, так и остался. Рамос все-таки он уже человек взрослый, как говорит Михаил Кокляев, но он не поумнеет. Это говорил не Кокляев, это Голубочкин говорил. Да? Сразу? Да. Кокляев говорил, блядь, я русский, мне все пофиг. А, ну ладно, ну ошибся бывает. А Голубочкин говорил, да, он говорил, блядь, может дать ему по роже, он поумнеет, хотя, сука, взрослый уже не поумнеет. Да, Рамос, он сука взрослый. Да, он же человек взрослый, состоявшийся, поэтому единственное, что... Нет, он взрослый, но не состоявшийся. Ну, это... С этим он тоже никогда не согласится. Наверное? Да. Он никогда с этим не согласится, он будет утверждать, что было бы просто. Вот. Поэтому, ну, в принципе, особо-то никто и не хочет, чтобы он как-то прям вообще становился другим человеком. Ну вот, перестать заниматься своими непотребными делами, и это будет уже для него победа. Да. Или хотя бы, ну да ладно, хотя бы, так и быть, скажу немножко его языком, конкретно пояснить за свои дела, вот прям по-братски обосновать. Не, он, мне кажется, не способен пояснить за дела. Ну, три года прошло, не, ну не три там сколько, два или три, как он с армии пришел. Тоже три по делу. За дела так и не пояснил ни разу. Что за дела? Вот Ганс тоже боялся, что я приеду с армией, у меня начнутся дела, но... Но у меня был четкий план. Я вот, да, раз получилось так, что он, вот дизастер, не занимается делами, я раскрою карты. План был прост и гениален. Если бы по приходу с армии этот, этот ущерб начал затирать за какие-то дела, он бы просто получил пизды. Люто, жестоко, очень сильно, но его бы, его бы вразумили. Ганс думал, что виновата армия, на самом деле армия тут абсолютно ни при чем. Дела, они появляются по совсем по другой причине. Вот, возможно, по причине вступления в секту, как Рамос. Да, возможно, ЛГБТ-сообщество, оно дает о себе знать. Рамос, вот ты начал, вот, попытался, типа, шуткануть, но основательно с сектантами, типа, ты интернет-боец, да, сделал такой реверс. Ну, вот этот реверс тебе сейчас так боком стал, что лучше бы ты этого не... Вот сколько раз я тебе говорил? Ну, вот я когда, потому что, ну, уведомил Рамоса о том, что будет снят видос, он сказал, ждите ответку. Я сказал, не надо, ну, ты не умеешь этого делать, не надо этого делать. Как говорил один мой бывший товарищ, не умеешь, не умеешь срать, не мучай жопу. Ну, просто, ну, если ты не способен ответить адекватно, зачем это делать? ООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООО Я буду проклинать тот день, когда вас встретил, что я лучше пойду к своим черным братьям, лучше расслабляться, да я, да я, блин, пихать по-общански буду. Для меня это черная кожаная труба, больше брат, чем вы. Но на самом деле, если он так скажет, ну, значит он реально тупая скотина. И он, и он просто, бля, ступида. Я не знаю, что про него еще сказать, блин. Столько всякого сказали. Да пиздец. Я уже, блядь, язык устал про него, про него правду говорить. Вот опять, разве люди, которые тебе желают зла, стали бы тратить свое время, ночью, уже без пятнадцати двенадцати, ночью. После работы, блядь. А, кстати. Хотя ты, как ты затираешь, я с работы, я встал. Я, блядь, тоже, сука, с работы, двенадцать часов смену отхуярил и ничего. Да. Большой Ганс, он работает довольно часто, но, тем не менее, во всех наших грязных делах он принимает самое активное участие. Ну, потому что один из основателей. Да. При том, что у него тоже есть дела вне клановой деятельности. И дел просто дохуя. Ну, как-то почему-то он все успевает. А вот, потому что не из этих. Вот и все. Потому что мой зад на замке. А, кстати, еще. Тебе было обещано, что если ты не будешь отмечать на сообщение, не пойдешь в эфир, то в твоем городе будет объявлена цена на твою жопу. Ну, она была объявлена уже. Мы слов на ветер не бросаем. Цена на твой зад, она выставлена. От 500 до 1000 рублей. С возможностью выезда. Номер указан, поэтому жди звонков. Мне сказали, что это дорого. То есть, твою жопу в городе Можейске оценивают намного меньше. Да, говорят, чья жопа Рамоса, но мы... Доплатите нам и, может быть, мы возьмем. Твоя жопа настолько сак, что ее не хотят брать даже даром. Чтоб тебе было понятней, ты самый крупный из сексуальных меньшин. Да. Я даже не знаю, что за ЛГБТ-сообщество тебя приняло в свои ряды. Видать, у них там жесткий недобор личного состава был. Но, наверное, в Можейске все-таки таких мало. Я надеюсь, что вы в меньшинстве там. Ну да, не хотелось бы. Гриль едет. Поэтому там готовы к любым членам. Да, когда вы сами члены, вы готовы к любым членам. Каждая жопа на счету. Ему тоже. Давай, Ганс, стреляй. Ах ты, рак. Ракал, просто я не могу. Какие, блядь, ублюдки, а. Кстати, я не играл, что на Гансе сегодня. Я думаю, надо заканчивать. Поэтому финальный бой. Да, на Гансе. Он будет, естественно, на большом Гансе. О, на хэйве победа у меня там бой норм. Я вообще нехило раздал барабан. Два. Ну да, 2700. Смотри, два полных барабана раздал. Да, да. Вот. Сепартигу. А, сепартигу. Финал. Дизастр у нас сейчас находится в командировке в славном городе Герой Севастополь. По возвращении его у нас организован сбор, сход в нашем, в нашем клубе, клубе Дети Диц, на охотном ряду. Ну, точно адрес, естественно, никто называть не будет, в избежание того, чтобы сторонники Рамоса, например, на нас там не напали и не попытались оттарабанить нас в сорокотах. Чтобы там не оказалось в день нашего прихода гей-вечеринки какой-нибудь. Ну да, чтобы там не было засады. Вот. Охотный ряд там. Мест много, можете искать прям вообще. Если найдете, мы будем отбиваться. Отбиваться будем жестко. Вы знаете, тандем Ганн и Дизастр умеют отбиваться очень серьезно. Победа любой ценой. Когда, когда, нет, когда грозит опасность жопе... Ну, что мы делаем с голубыми, мы тут наглядно демонстрируем. Ну да. В общем, Рамос. Че, опять они, а? Нет, это нереально. Это 62-й, да? Как только вышел вот выпуск, и мы начали про них говорить... Это 62-й, пидарас? Да, да. Нужна помощь? Да на. Они просто нас еще ни хрена чем не спирс сделали. Только не могу не устрелять. Я не за ним поехал. У него могут стрелять. Офа. Рамос, ты должен явиться на совет братства. У меня выстрелил свой Е5. Кстати. Да. Ты знаешь, по-моему, все-таки кто-то проник на наше шоу, и его сторонники нам решили устроить жизнь. Реально к тебе выстрелил? Да. Ну, хочешь, я дам в него шот. Сам, не шот там. А. Все по-честному. Он мне шот, я вышел. Вот, Рамос, Рамос, ты должен лениться. В противном случае тебя ожидает... Блядь. Не, ну как бы он может сейчас подумать, что мы объявляем войну? Нет. Нет, нет. Нет, подумать не объявляем. Мы, у нас договоренность о сходе, у нас есть что отпраздновать. Нет, как бы я могу заявить, заявить открыто, что мы вот этим видео не ставим цель устроить с тобой конфронтейшн. Наоборот, мы пытаемся этого всячески избежать. Чего ты, на самом деле, не стремишься сделать своими действиями. Да, ты очень хочешь, ты своими действиями ты всячески пытаешься показать, что мы тебе не друзья. Что какие-то мистические дела, они намного важнее, что там... Да, что мы вообще твои враги. И вообще, ебать нас в сраку надо. Нет, это не так. Но, если ты не придешь, Я тебе обещаю, будет записан впервые в жизни Ну нет, он будет записан, этот видос в любом случае Но впервые в жизни будет записано шоу Такое, face to face И наши дорогие зрители и слушатели, они смогут увидеть, как выглядит дизастр, большой ганс, как они выглядят в реальной жизни Да, если вы думаете, что мы два каких-то шкалера, то мы вас, конечно, несколько разочаруем Они увидят, как выглядит Дети Диз Клаб, в котором будет происходить это место Хотя, все равно, неужно, где это находится Да Так раздадут Мне сейчас дадут пестов Я напал на двух типов Я дрался со всеми, но... Да, мне дали пестов В общем, Рамос, думай Думай, думай Очень хорошо думай Иначе Иначе жизнь твоя превратится в ад Я Сделаю много... Я сделаю очень многое Чтобы ты Познал слово В гостях у Ганса В полном объеме Этих слов И теперь еще вот что Я не знаю, где ты, Андрей Я не знаю, что с тобой Но я хочу, чтобы сейчас кое-что узнал ты Мы Ничего не забыли Не твои вот эти левые какие-то попытки угрожать прокуратурой Непонятно с чего Не твои нападения остальные Тоже непонятно с чего Все это не забыто Разговор он будет Неважно где, когда Он будет И он будет довольно А говоря простым русским языком Ты будешь схвачен и отхуячен Ну да, там один обратный Ты квадратный Ну там много всяких Смешных эпитетов И выражений Но на самом деле Не смешно тебе должно быть Потому что Ты не знаешь одной истины Когда ты нападаешь на Одного члена клуба Ты нападаешь на весь клуб А это чревато Очень серьезными последствиями Для кого бы то ни было Вот, на этом я считаю Экстренный Экстренный выпуск Завершенным Желаю всем Большого Большого ногиба Желаю всем поменьше Слим Желаю всем поменьше Таких товарищей Как вот Сергей Комиссаров Андрей Новиков Вот я Хочу Чтобы таких людей Было как можно меньше Ну и Наверное Все Да И пожалуйста Не стреляйте Своим Твоим Иначе у вас есть Большая вероятность Загреметь к нам на шоу С вами был Большой Ганс Всем пока И напоминаю Для тех Кто захочет Возможно Предъявить что-то Кому-то одному из нас Клуб Никогда не ведет Войну в одиночку Но это не значит Что мы сын Нет Это значит Что мы Одна семья В отличии от большинства Из вас А вот вы Все Вам все 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 Субтитры